Здарова всем! Итак, нож от Viking Norway, сделанный по мотивам ножей Opinel. Давайте посмотрим. Хочу поделиться своими соображениями. Немножко его пришлось протюнинговать, так сказать, привести в приемлемое состояние. Но режет он нормально. Вполне комфортный ножик для работ. Выглядит он вот так. Благодаря не очень высокой толщине, вполне тонкому сведению, он режет продукты. И все остальное отлично. Вот такой вот ножичек. Толстенная рукоять пластиковая. Замок как на Opinel. Вироблок. Ходит он, конечно, не очень. Но стоимость такого ножа невелика. Несколько сотен рублей. Здесь вот у меня специально для сравнения есть ножичек Opinel, которым я уже много лет пользуюсь. Уже со сломанным кончиком. Мне его друг отдал, я его переточил. Такой вот кончик на нем сделал. Вот это нож Opinel. С ним мы будем сравнивать. Великолепно ходит замок. Все четенько, красивенько. Тоже такой же клиночек, по сути. Сравним их длину. Это Opinel номер 10. И стоит такой Opinel номер 10, по нынешним временам, ну, рублей 700. Ну, вдвое дороже, чем Viking Norway. Это из нержавеющей стали. По длине рукоятей. По толщине клинков. Примерно похоже. И, в принципе, вообще похоже. Вот толщина ручки будет интересной. И форма. Вот здесь вот форма мне может даже нравиться больше, чем на ножах Opinel. Тут, смотрите, что классно сделано. Вот тут вот, как будто бы под пальцевая выемка. Так вот берешь и спокойно режешь салатика, огурчики, помидорчики вот здесь. То есть и замок как бы придерживаешь. Хотя он здесь так заклинивается. Ну, очень комфортный хват. То есть эти пальцы вот здесь вот на утончающейся части. И вот здесь вот указательными. Тут такого нету. Тут просто рукоять кругленькая. Тоже все комфортно. Но здесь прям даже получше, чем на нормальном Opinel. У вас будет хват. Отверстие темлячное имеется. Вставил сюда вот такой шнурочек. Не знаю, я думаю, он даже не нужен. Ну, так прикольно. То есть лежит он где-то в кармане у вас. Рюкзака. Ну, представим, что вот здесь вот карман. Вот такой карман. Вот он. И сверху торчит вот такой вот темлячок. Мы его берем за темлячок и вытягиваем из карманчика. Что по замку? Замок болтается. Болтается. И из коробки им пользоваться было невозможно. Поэтому я его привел в более-менее состояние меня удовлетворяющее. Снял я кольцо с этого ножа. Потому что оно вообще нереально крутилось. Снял очень простым способом. То есть закрыл нож. Заблокировал его вот здесь вот. И потом плоскогубчиками открыл. Вот здесь вот нож потянул. Он открылся. Кольцо слезло. Немножко, правда, оно поцарапалось вот здесь вот. Но ничего страшного. Он аж закус такой получился. То есть оно вообще из непонятной какой стали. Еще чему я удивился, это вот этому месту. Видите, где синенькое? Это что такое? Мне непонятно. Это какая-то наклейка была от чего-то. Синяя такая пленка. Знаете, как предметы заворачивают пленку? Вот это она была. Вот я ее снял. Видим, что там очень такие риски пошкрябные. То есть, скорее всего, проблема в том, что вот эти штуки, они не со сглаженными углами. Вот это еще со сглаженным. А вот это у нее адские задиристые углы. Я сейчас думаю, чуть-чуть аккуратненько молоточком простучу. И сглажу края над филечком. И будет все отлично у этого ножа. Ну, здесь все, в принципе, на вид не так уж и плохо. Но нужно, да, снять небольшая доработка. Все фасочки снять. Вот эти вот подфигарить. Чтобы нормально кольцо проворачивалось. Потому что кольцо не хотело проворачиваться. Я его только плоскогубцами и мог провернуть на этом ножичке. Я по-разному пробовал его поджимать. И так, и разжимать, и так далее. Дошел в итоге до того, что получается, единственный вариант, это вот так вот делать. Закрывать его в эту сторону. Все, нож закрыт. Нож закрыт, все нормально. Открывать вот так. Все, нож тоже закрыт. Все отлично, ничего. И хотим закрыть. Хоп. Хоп. Вот так вот. Это единственный вариант. Потому что вот здесь слишком много... Посмотрите, как торчит нож. Вот здесь. И посмотрите, какая адская здесь выемка сделана. Какой огромной ширины она. Поэтому вот так вот буду зажимать. Пластик тут матовый. То есть не совсем офигенно гладкий и скользкий пластик. Ну и общее исполнение стоит показать поближе. Клиночек, типо как полированный. Заточка вот такая вот родная. А меня удовлетворило такое состояние, когда в закрытом виде он удерживается не вот этой выемкой, а вот здесь вот он просто вот так расклинивается и не открывается. Да? А в открытом виде, ну то есть видите, немного нестандартно. То есть на пенели я бы вот этим местом закрывал бы нож от открытия, предохранял. Вот этим. Здесь я этого сделать не могу. Мне приходится... Потому что вот... Ну оно не держало вообще. Мне приходится вот так вот делать. И вообще при желании я это могу сейчас снять. Таким вот образом. Хоп. То есть в закрытом виде он у меня держится вот на силе трения. И все нормально, все меня устраивает. В открытом виде он держится, соответственно, вот здесь вот на силе трения. С этой стороны достаточно четенько. Или вот с этой стороны его распирает и все держится нормально. Видите, вот здесь вот есть отличие от пенели. Вот здесь вот такой упорчик имеется, да? На пенели такого упорчика нету. То есть здесь креночек начинается от самого начала. Здесь есть вот такой упорчик. Плюс вот здесь есть выпирающий горбик. Смотрите, вот тут. На ножах пенель он приходит ровно вот сюда упирается. Общая культура исполнения, конечно, гораздо ниже, чем на ножах пенель. Но при этом пластик. Ничего никуда не разбухает. Ничего никого не клинит. Эргономично и приятно. И главное, недорого. Если нет возможности купить ножа пенель, то можно, в принципе, для знакомства приобрести такой Viking Norway. Пенель у меня тут почти 23 сантиметра. Если бы кончик не был сломан, был бы 23 сантиметра. Ну, а Viking Norway примерно так же. И полная длина клинка. 10. Давайте взглянем на вес. 79 грамм. Кинелька, в свою очередь. 75. В принципе, как вывод. Вот на этом ножичке, без всяких там проблем, я просто это делаю интуитивно. Все прекрасно ходит, прекрасно закрывается, открывается. Хорошая сталь адекватная. Вот здесь вот. Нужно немножко, понимаете, не просто вот закрыл нож, а как-то его проверить немного. Когда-то так закрыл, тоже не просто не взял, просто задвинул, а задвинул, и вот чтобы он четенько зашел. То есть небольшой такой геморрой. Но эргономика на высоте. За счет того, что здесь тоненький-тоненький клиночек, режет он прекрасно. Сталь, конечно, хреновенькая здесь. Ну и на пенеле тоже не самая божественная сталь. Ну и для знакомства, так сказать, с форм-фактором, я думаю, сойдет ножик. Для пикника, что-то нарезать, продукты, не более того, не деревяки какие-то строгать. Вот это будет ножик неплохой. Но мне вот пришлось это кольцо подгибать, переразгибать. Я его там то слишком сильно согнул. Короче, нужно руки приложить к этому ножу. Потому что из коробки это просто... Замок не держал ни в закрытом виде, ни в открытом. Только после переподгибания он стал держать вот таким вот образом. Все, в принципе, о чем хотел поделиться. Такой вот ножичек. Закос, так сказать, по мотивам ножей опинель. Вот виние Норвей. Все, пока-пока. Увидимся на канале. Субтитры сделал DimaTorzok